всем привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про карту мураванка на супертест вышли правки по этой карте два варианта давайте поговорим что это за варианты но для начала я вам объясню свое видение в чем проблема этой карты а потом мы посмотрим исправление которые предлагают нам разработчики и поймем нужно нам это или нет и в чем вообще суть на мой взгляд проблемы этой карты следующие в лесу у нас преимущество у первой команды у верхней поскольку здесь есть замечательные кусты из которых можно хорошо простреливать перекатку вражескую вражеская перекатка идет у нас по лесу люди едут на фланг в лес и их очень хорошо простреливают чуваки которые занимают в начале леса бугорок с кустами деревьями также еще в лесу преимущество у нас получается здесь на холмике поскольку он очень безопасный его тяжело простреливать и по сути здесь люди получают урон только если сами ошибаются с другой стороны если мы подъезжаем под этот холм вроде бы симметричная позиция но в этой симметричной позиции выживать сложнее поскольку эта позиция у первой базы в начале леса у нас сильнее а вот внизу у базы которая номер два у нее эта позиция намного хуже здесь практически невозможно выжить здесь во первых нету холма который есть вверху незачем прятаться сюда подъезжаешь по открытой местности которые ничем не прикрыты тут можно деревья навалить но все равно это сложнее и нет укрытия из-за чего верхняя база напрягает эту позицию также с центра напрягает поскольку здесь легче выжить эта позиция тоже сильнее у верхней базы здесь есть укрытие которое не простреливается ниоткуда а вот с нижнего респан для 2 базы когда мы здесь находимся вот это вот позиция которая лучше сюда полностью все простреливает а вот эта позиция она слабее и с нее тяжело туда простреливать во-первых сюда дальше там холмик такой который мешает здесь холм тоже перекрывает эту ямку и там типа ты корпус можешь спрятать но все равно вся башня простреливается и чаще всего это позиции для быстрых танков ватных и вот у нас получается что верхняя база спокойно проезжает в лес и не получает никакой урон поскольку во первых она прикрыта лесом она прикрыта тремя хорошими позициями вражеские три позиции они все три слабее все три абсолютно поскольку они взаимодополняемые и друг другу помогают эти все три позиции они как одно целое также еще может помочь нам позиция отсюда здесь часто челики кемперят поэтому это такая вот местность которая взаимодополняет друг друга и делают еще сильнее каждую из этих позиций если люди играют их все в то же самое время если нижняя команда займет все эти три позиции она все равно будет в проигрыше даже если люди будут стоять здесь на балкончике они все равно будут иметь плохой прострел поскольку оттуда можно стрелять далеко не везде с этого балкончика второй базы можно простреливать только между домами вот сюда сам уголок не простреливается поэтому когда вы назад отъезжаете вы получаете с кимпы между домами по жопе а если стоите тут прям в углу вы можете получить только вот отсюда в то же самое время эта позиция еще и сильнее тем что у нее больше прострелов вы с нее можете стрелять в город между домами по заезжающим тяжам в эту канаву в это же самое время с этой позиции вы туда стрелять не сможете там вам куча домов мешает тем самым мы получаем что каждая из позиций проигрышная и не помогает друг другу в лесу из-за чего все хуже теперь разберемся с позициями которые находятся в лесу у верхней базы есть домики которые почти никогда не используются у нижней базы эта же позиция симметричная получается холмик с кустами которые неудобно стоят сбоку из-за чего верхняя база вообще практически эти дома никогда не используют разве что иногда на низких лвлах а нижняя база всегда тут стоит и мучается также еще есть вот здесь деревья и всякие там кусты и камни из воды можно хорошо прикрывать союзников когда враги закатывают в атаку то и хорошо отсюда с кустов расстреливают в бочину для этого нужно чтобы кто-то тут был на повороте и хорошо отсюда прикрывают у верхней базы здесь в углу есть холмик с кустами деревьями которые часто используют но он играется не так как симметричная позиция внизу симметричная позиция внизу играется как кимпай с кустов без засвета через кучу кустов прикрывая союзника а эта позиция сверху разыгрывается как встречать врагов в лоб с кустов или от рельефа абсолютно разные позиции симметричные у нас по флангу и исполняют разные роли в то же самое время как и дома сверху так и холмик снизу тоже абсолютно играет разные роли плюс еще у верхней базы очень хорошая позиция на красной линии которая гораздо сильнее чем симметричная позиция на красной линии у 2 базы поскольку там не полное укрытие а у верхней базы у 1 у нее полное укрытие на красной линии можно целиком туда заехать и спрятаться единственное преимущество у нижней базы она находится с левого фланга и вторая база выигрывает по следующим параметрам во первых она может разыгрывать вот этот монастырь с верхней базы монастырь не получится играть поскольку он разыгрывается как проходная такая точка когда мы едем в атаку но для этого нужно уже получить какое-то преимущество и мы просто переезжая с центра едем к этому монастырю с кустов тут немножко с кустов здесь немножко можем пострелять сюда сюда и все равно скорее всего мы поедем дальше играть и зажимать врагов в этом углу поскольку они там часто защищаются и сидят на базе афк а вторая база разыгрывает этот монастырь прям как полноценную позицию отсюда можно пострелять по челикам которую параются по центру если таковые будут пострелять по балкончику и пострелять налево эта позиция себя реализует если враги играют активно также верхняя команда первая часто использует на первых минутах тактику заезда в центральную канаву по левому флангу сразу на первой минуте едет и вы можете с монастыря по борту пострелять здесь три прострела есть между домами 1 2 и вот 3 и пока пчелик будет туда заезжать он может уже и в принципе неплохо так получить люлей посмотрев на все это дело мы понимаем что вот здесь несбалансированная у нас пространство которое абсолютной целиком и полностью выигрывается с верхней первой базы а снизу здесь очень плохо также монастырь у нас является позиции второй базы а первая база только может мимо него ехать когда уже бой так практически выигран также существует у нас еще позиции которые имеют абсолютно разное значение это на фланге в лесу которые играются абсолютно по-другому по-разному и не все удобные как допустим вот этот поворот он честно говоря не сильно удобный но как опорная точка пойдет также имеются претензии к сбалансированности на красной линии эти позиции неравноценные они похожи но неравноценны к чему это все приводит к тому что чаще всего лес 2 команда проигрывает или вообще не любит ехать его играть зажимается на базе становится здесь на кимпе и контролирует вот этот вот угол в то время как верхняя база первая выигрывает почти всю карту а здесь просто стоит в дефе задефил это направление первую вторую линию верхняя база получается первая команда выигрывает весь лес сдерживать тут направление иногда не сдерживает но можно вернуться на красную линию и задефить базу в итоге мы выиграем весь лес еще иногда и левый фланг тоже мы умудряемся выдержать и вся вторая команда находится у нас в углу и просто ждет когда ее расстреляют с центра спереди с леса сбоку отовсюду это очень частый сценарий на этой карте его можно было бы исправить путем исправления вот этого вот направления во первых можно было бы сделать равноценными позиции на центре чтобы они друг друга взаимодополняли и усиляли можно было бы выровнять эти дорожки холмики для того чтобы равноценными прострелы на центр были равноценные укрытия здесь не хватает холмика за которым можно стоять и кимперить проблем в центре очень много но теперь переходим к тому чем занимаются разработчики они на супер тесте тестируют изменения 1 2 линии а именно вот этого левого фланга они здесь домики совают в одной версии они делают канаву здесь которая продолжает канаву которая вот тут посередине между двумя этими большими холмами и делают холмики в начале здесь для того чтобы люди ехали сюда и больше играли также тут много домов каких-то добавляют из-за чего становится больше хаоса непонятного больше конечно же укрытий но я уверен что этот вариант нам не подойдет поскольку ца картошки запутаются в огромном количестве домов ца картошки не любит сложную структуру карт этот вариант я думаю забракуют сразу поскольку это не для этой игры а вот другой вариант в нем уже нет вот этой канавы в нем меньше домов более удобные холмики для того чтобы играть от башни также можно проезжать вперед чтобы играть от бортика этот вариант я думаю зайдет больше сейчас мы подробнее о нем поговорим но давайте поговорим о том как разыгрывается 1 2 линия сейчас сейчас обе команды становятся на кимпу кимпа для второй базы лучше более удобная также становится здесь на кимпу возле холмика с кустиками и здесь на кимпу также можно еще на базе там постоять с одной и с другой стороны и стоять вот так вот просто первую вторую линию просто стоять видимо разработчики хотят чтобы люди в друг в друга въезжали и убивались за две минуты они стояли на кимпе по 10 минут проблему разработчики озвучивают следующее то что тут огромное поле она не дает возможности ехать играть в игру из-за чего часто бывает так что вторая база проезжает под дома и расстреливает от борта тяжей голдой в лицо из-за чего верхняя база чаще всего проигрывает первую вторую линию также здесь из-за домиков прострел намного лучше по заезжающим тяжам и в общем и целом первая вторая линия для второй базы сильнее но поскольку тут сражение лоб в лоб с тяжами и тяжело по открытым полям атаковать тут либо первая вторая база с огромными потерями выигрывает либо огромное стоялого и пока все это происходит срабатывает дисбаланс в лесу из-за чего бои скатываются чаще всего в один и тот же сценарий о котором я и говорил теперь поговорим про те варианты которые разработчики хотят протестировать на супер тесте и возможно потом мы их увидим в рандоме а может быть и нет вот так выглядит сейчас первая вторая линия в рандоме это мы сейчас смотрим с верхней первой базы и разработчики хотят добавить здесь холмик дома вот эти вот раз соединить и добавить второй холмик впереди что даст нам возможность поиграть здесь от башни от рельефа подъехать ближе там на низком танке тоже поиграть от башни это конечно же прикольно если не будет арты также мы видим как выглядит сейчас это деревушка тут у нас домики понатыканы деревья между ними и особо туда не заедешь с верхней базы по полю точно неудобно туда ехать а вот с нижней второй базы можно подъехать под этот дом и расстреливать тяжей точнее ну короче тут под дома подъезжаешь и расстреливать тяжей в лицо голдой разработчики же хотят сделать как добавить тут холмики всякие ямки сделать посередине канаву и добавить тут дома это добавит больше укрытий прострелов но я уверен что ца картошки запутаются в этом всем и они это не оценят также здесь есть посередине еще одна канава которая продолжает канаву которая уже есть и на мой взгляд это канава не нужно поскольку чем больше канава на карте тем больше вероятности что туда какой-то чел захочет с первой минуты упороться он туда упадет он не будет думать зачем он туда упал какая у него тактика на бой у него вот просто падаю в канал а дальше как будет поэтому на мой взгляд это такой себе вариант да это дополнительное укрытие тут много всяких домов понатыкали но мне кажется этот вариант более хаотичный для быстрых каких-то сливов и упарываний в никуда мне этот вариант в целом не нравится да тут конечно он прикольнее тем что укрытие каких-то подобавляли но в общем и целом типа здесь деф будет дольше происходить под каждым домом тяжек будет становиться и жить его меньше арта будет разбирать и так далее это однозначно усиление верхней первой базы это направление будет дольше жить это конечно же прикольно но у нас существует дисбаланс в лесу который будет срабатывать таким образом что нижняя база 2 она еще чаще будет зажиматься в углу и будет убиваться поскольку они будут еще реже первую вторую линию продавливать у них и так по всей карте одни недостатки еще и усилят верхнюю базу мне кажется что нижний рез будет еще в срате чем сейчас поэтому этот вариант я бракую он мне не нравится вообще теперь переходим к следующему варианту который может быть здесь мы видим что разработчики по отмечали тут балкончик неудобный для верхней базы здесь огромное поле пустое которое тяжело использовать и тяжело переехать также тут домики они посовывают ну и балкончик который для нижней базы для 2 он более жесткий и имбовые чем у верхней базы как же они хотят это переделать ну во первых они просто возьмут и уберут этот куст просто куста не будет с которого прострелилась центральная канава также для верхней базы здесь добавят домик и холмик в общем задумка разработчиков чтобы использовать это направление нужно больше укрытий холмиков для того чтобы люди сюда ехали и что-то делали этот вариант мне намного больше нравится но опять же чтобы туда проехать нужно какая-то канава по красной линии чтобы туда можно было заезжать потому что люди будут ехать вот так вот и получать в бочину или будут ехать шире выезжать сюда и пока будет ехать под этот холмик они все равно будут с кимпы получать здесь не хватает какой-то канавы маленькой хотя бы чтобы туда можно было проехать также у нас балкончик который у верхней базы хуже они сюда добавят какой-то микро холмик и микро кустик на мой взгляд один маленький кустик это конечно маловато туда будет блайндить но это лучше чем ничего хотя у другой базы кустов там побольше на мой взгляд оба варианта не идеальные вариант с канавой здесь посередине добавляет больше хаоса и непредсказуемости также дополнительные дома добавляют еще больше дисбаланса для верхнего респа а вариант без канавы и без домов не решает проблемы пустоты поля чтобы сюда доехать и играть также общая дисбалансность карты в лесу и в центре не решается вообще никак на мой взгляд это тестирование какой-то чепухи также в игре есть огромное количество более дисбалансных и конченных карт по геймплею тот же самый штиль редшир граница империи дисбалансная по прострелам арты жемчужная река дисбалансная по скорости заезда в центр ласвель дисбалансный в городе оверлорд я считаю конченной по геймплею у парижа имеются дисбалансные прострелы из-за чего один респ просто не доезжает на свой фланг у перевала до сих пор дисбалансные прострелы и перекатки у провинции дисбалансные заезды на вражескую сторону рудники я считаю же хватит играть на десятках это уже надоело просто рыбацкая бухта очень сильно дисбаланс на один из респа практически не имеет шансов на победу на тундре дисбалансная полочка которая простреливает перекатку на карте утес одна из команд очень часто не может даже до центра толком доехать фьорды такое ощущение что сделаны только для одной команды а у второй даже ехать некуда у эрленберга верхняя команда как было параши так и осталось усиление до команды целом никакущая и разница между штурмом и стандартным боем она где вообще что это за бред на песчаной реке убрали из игры лучшие в игре штурм дай бог здоровья разработчикам на затерянном городе встречный стандартный бой играются как жопа на мой взгляд там только штурм прикольный это мое мнение про проблемы на картах которые нужно было бы изменить на мой взгляд но разработчики тестируют изменения на карте мураванка того фланга который не чересчур той проблемной но тоже не самый лучший но в общем и целом это не решает глобальные проблемы этой карты пишите в комментариях свое мнение по карте мураванка по всем картам что вы про них думаете и о том чё разработчики вообще тестируют на своих супер тестах с вами был варчик играть красиво всем пока